МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Захар Алиева. Здравствуйте. Бригада приезжих московских врачей продолжает работу в медицинских учреждениях городов и районов Дагестана. Специалисты Минздрава России уже ознакомились с тем, как организована медпомощь в ряде лечебных заведений. В больнице скорой помощи и федеральные врачи проверили, как налажена работа в красной и зеленой зонах, а также проконсультировали пациентов, находящихся в реанимации. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Медики работают в республике уже почти две недели. В рамках рабочей командировки они посетили 18 медицинских учреждений. Лично осмотрели пациентов, в состоянии которых оценивается как тяжелое. Накануне они проверили работу и второй городской. В наши функции входило консультирование тяжелых больных, неясных больных. Мы со своей стороны внесли ряд корректировок в дозировки, в сочетание лекарственных препаратов. В основном это касалось от театропного лечения, симптоматической терапии, антибиотикотерапии, антикоагулянтов. Но в целом надо сказать, что грамотно подбираются схемы, терапия проводится на современном уровне. За последние 10 дней федеральные специалисты проконсультировали уже порядка 230 жителей республики. Около 70 из них – это пациенты, которые находятся на реанимационных койках. Как сообщает Минздрав Дагестана, помощник федерального министра и 6 специалистов профильных институтов трудятся практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть оказать консультативную помощь как можно большему числу коллег и пациентов. Сахар начали капельцы, где-то сахар появился до 18-ти, никогда у меня сахара не было. Они его инсулин делали, взбивали инсулином, и таблетки я купила, а я так смотрю, утром-вечером пью. За этим следили, за сахаром, вот смотрите, давление, и капельницы делали. Отметим, схема лечения больных подбирается и корректируется в соответствии с рекомендациями специалистов федеральных медцентров. Медики выезжают в районы и города республики, а иногда консультируют и дистанционно посредством телемедицины. Самое яркое впечатление – это забвение, с которым ваши сотрудники работают с больными. И врачи, и медсестры сутками, неделями, месяцами, не выходя из этих ковидных отделений. Это производит самое большое впечатление, уважение, восхищение. И мы можем поучиться этому у них. Отметим, что федеральные специалисты возьмут на себя и подготовку кадров для строящихся новых медцентров. По данным Минздрава, к этой работе будут подключать специалистов, относящихся к структуре Дагестанского медицинского университета. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарцев, новости ННТ, Махачкала. В Хасаверте врачи спасли двухмесячного малыша. Он поступил еще в начале мая в крайне тяжелом состоянии. У него была высокая температура, признаки тотальной пневмонии и дыхательная недостаточность. По тяжести состояния он был сразу госпитализирован в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Позже подтвердился диагноз COVID-19. Месяц врачи боролись за его жизнь, смогли завести сердце после его остановки. Дважды останавливали легочное кровотечение. На сегодняшний день ребенок снят с аппарата ИВЛ, пока нуждается в кислороде, но дышит уже самостоятельно. Врачам удалось буквально вытащить ребенка с того света. Сейчас с ним все хорошо. В связи с уменьшением потока больных, частные клиники, работающие с COVID-19, прекратили прием больных и начали выписку пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского Минздрава. В Махачкале ситуацию с эпидемией удалось стабилизировать. Если в апреле на пульт скорой помощи поступало более тысячи обращений в сутки, то сейчас бригады выезжают в два раза меньше. Но тяжелая обстановка сохраняется в районах. Число свободных коек в больницах Дагестана не превышает 30%. Одним из условий перехода к первому этапу снятия ограничений является наличие не менее 50% свободных коек. Из Нью-Йорка на родину в Дагестан. Накануне в аэропорту Махачкалы приземлился рейс с 11 выходцами из нашей республики. Сразу по прилету все пассажиры отправились в обсервацию. Их ждет двухнедельный карантин на базе отдыха «Дельфин». Всего из США в Россию вылетело 400 человек. Воздушное судно сделало две промежуточные посадки, высадив большую часть людей в Москве и в Ростове-на-Дону. Отметим, что в период пандемии коронавируса Махачкалинский аэропорт «Уэтаж» принимает в среднем по 7-8 рейсов в сутки. В основном они внутренние. Всех приезжих проверяют медики и специалисты Роспотребнадзора. Всем прилетающим лицам из неблагополучных территорий вручается постановление изоляции не просто так, чтобы они соблюдали данный режим, и чтобы они более ответственно относились к этому. Песни, танцы и сладости. Активисты ОНФ в Дагестане провели серию мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Общественники организовали для детей-сирот праздничные концерты и передали многодетным семьям бесплатные продуктовые наборы. В парках и скверах Махачкалы весь день звучали детские песни. С самого утра активисты порадовали подарками воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Махачкалы. Без внимания не остались и воспитанники детского дома номер 7 из Бирбаша. Им были переданы подарочные наборы, а также для них выступили солисты ансамбля «Лезгинка». Мы взбодрились, мы поставили перед собой задачу подготовиться к празднику Дню защиты детей и жизнь стала, так сказать, бить ключом. Мне очень приятно, что во все времена, по крайней мере, за полтора года моей работы, Республиканский, Всероссийский народный фронт, общественное движение не забывают про наших детей. Приятный сюрприз ждал и 30 многодетных малоимущих семей Махачкалы, находящихся в сложной жизненной ситуации. Их участники акции «Мы вместе» поздравили бесплатными продуктовыми наборами. Гидрометцентр рассказал, каким будет июнь в Дагестане. По словам синоптиков, первый месяц лета будет очень теплым, а середина лета и вовсе жаркой. В июне температура ожидаются чуть выше предыдущих нормативных показателей на 1-2 градуса. Дневные температуры будут постепенно расти до 25-29 градусов. Ночное июне превысит 20-24 градусов тепла. В июле температура, возможно, поднимется до 36. Температура воды в море сейчас составляет 17-18 градусов. Этот уровень уже считается приемлемым для купания. В середине лета она поднимется до 24 градусов. Также синоптики добавили, что лето ожидается сухим. Дождливых дней будет очень мало. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова